МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания Город. Программа вызов принят. Здравствуйте. В студии Алисия Харлина. Главная тема сегодня. Проводы в армию закончили серьезной аварией. Кто дал машину водителю без прав? Вооружены и опасны. Задержаны шайка грабителей, промышлявших в Рязани и области. Осторожно, черные риэлторы. Как можно остаться без квартиры, даже ничего не подписывая? Переменчивая погода и стечение обстоятельств негативно повлияли на дорожную обстановку. Сразу несколько серьезных аварий. Но вот одну из них точно можно было бы избежать, если бы родители не потакали просьбам сына. Это кадры с места аварии. На автодороге Чучково-Назаровка в кювет опрокинулся автомобиль. За рулем 20-летний молодой человек без прав. На заднем пассажирском сидении трое несовершеннолетних. Им пришлось хуже всего. 17-летняя девушка погибла на месте. Ее ровесница с закрытыми переломами госпитализирована. А 16-летнего подростка увезли с места ЧП в состоянии комы. Водитель отделался ушибом плеча. Оказалось, что в этот день вся компания провожала его в армию. В салоне машины найдена разбившаяся бутылка спиртного. Но отец будущего новобранца как будто не до конца понимает, что в случившемся есть и его вина. Машина вам принадлежит? Да, я собственник мужчины. Водитель ваш сын? Заблён был мой сын, да. Сын, да? У него есть водитель, с удовольствием? Нет. Так, а как машина у него оказалась? Ну, так вот, да. То есть вы ему дали машину, да? Покататься? Да нет. Как нет? Или он сам взял ключи? Да ключи у мужчины. Вы говорите, как есть. Да ключи у мужчины постоянно находятся. Где? Ну, в машине ключи постоянно находятся. Ну, вы знали, что он её взял? Во сколько он её взял? Вечером. Вечером, да? Ну, вы знали, что он её взял и с кем поехал, знали, да? Не говорите, как есть. Да у него были проводы. И он в армию собрался, да? Да, на сегодня должен был уходить в армию. Дали ему машину покататься немножко. Да не покататься. Это продукты отвезти там, где ребята. Где там этот столик. Всего 100 метров от дома, уверяет отец водителя. Но никак не придумает, почему сын так и не вернул машину. Что он сказал по телефону незадолго до аварии. И как же всё-таки научился водить, если за руль почти не садился. Штраф в 30 тысяч и даже уголовная статья не самое страшное наказание в таких случаях. Виновнику трагедии и его семье придётся смотреть в глаза родственникам пострадавших. Вот ведь человеческая психология. Мы суеверны и трусливы, когда речь о самолётах и поездах. И на каждом шагу сами провоцируем ситуации, из которых живыми можно и не выбраться. В Рязани задержали подозреваемого в убийстве девушки, которую разыскивали 10 дней. 18 июня тело жертвы с ножевыми ранениями обнаружили в районе улицы Мервинской города Рязани. Опасения близких подтвердились. Погибшей оказалась 20-летняя жительница Сараевского района. В тот же день удалось задержать и предполагаемого виновника. Им оказался ранее неоднократно судимый 50-летний рязанец, который уже дал признательные показания. С его слов, вечером 9 июня девушка приехала к нему на квартиру, где в ходе ссоры он нанёс ей несколько ударов ножом в область груди. Тело погибшей он в ночное время вынес и спрятал в кустах недалеко от своего дома. В ближайшее время мы надеемся получить подробности расследования. Происшествие взбудоражило жителей улицы Мервинской. Некоторые из них стали невольными свидетелями оперативных действий. К другим темам. Сотрудники уголовного розыска задержали преступную группу из трёх человек. Все её участники ранее судимы и попались на серии краш разбойных нападений. Жертвами злоумышленников стали жители Рязани и Михайловского района. С хозяевами квартиры особенно не церемонились. Забирали деньги, ювелирные украшения, телефоны, технику и даже оружие. Политит как оказался? Задержали вечером вчера. А за что? Разбой совершили. В отношении кого? Жители города Рязани. Дверь открыта была, взяли, зашли. Денег не оказалось. Связали, ушли. Что, вообще ни копейки не взяли? Да там мелочь. Сколько мелочей? 20 тысяч. Часть похищенных вещей изъят, а в отношении грабителей возбуждено сразу несколько уголовных дел. Рязанские наркополицейские изъяли самую крупную партию героинов в текущем году. Преступник скрывался под личиной обыкновенного грузчика. 33-летний гражданин Таджикистана сбывал героин в розничных и мелкоптовых количествах. Задержали злоумышленника как раз, когда он собирался на встречу с очередным покупателем. При себе у нарушителя закона оказалось 20 граммов героина. Но признаваться мужчина не спешил. До последнего пытался предстать честным человеком. И уверял, что понятия не имеет, откуда у него взялся наркотик. Во время обыска в комнате общежития на улице Куйбышева, где работодатель предоставлял таджикистанцу временное жилье, сотрудники УФСКН обнаружили пакет с героином. Массой 480 граммов подозреваемый арестован, возбуждено уголовное дело. В силу того, что профессия риэлтора в нашей стране появилась относительно недавно, у обычных людей очень часто складывается неверное представление о ней. И главное, о ее представителях. Отсюда и разнообразие схем мошенничества. Учитывая отсутствие у наших граждан привычки читать то, что подписываешь. А некоторые на это не способны физически, потому что пребывают в состоянии похмелья, наркотического опьянения или старческого маразма в момент, когда им буквально подсовывают стопки бумаг. В последнем случае, простите, но люди виноваты сами в своих бедах. А вот честно, горожан, особенно старушек, действительно жалко. Черные риэлторы нередко фигурируют в протоколах рязанских полицейских. В первом случае преступники нагло могли переоформить недвижимость без согласия собственников, подделав их подписи в договорах дарения, купли-продажи или мены, оформив квартиру на своих доверенных подставных лиц, после чего продать данную квартиру, оставив жильца на улице. Во втором случае, в ситуации, вызванной тяжелым материальным положением граждан, преступники втираются в доверие и выступают с инициативой оказания им различного рода помощи. В частности, в размене квартиры на квартиру с меньшей площадью, соответствующей доплатой, либо в приватизации квартиры для дальнейшей продажи. Однако собственники, будучи введенными в заблуждение, вместо какого-либо безобидного документа, неосознанно подписывали договора на переход права собственности со своей недвижимости в пользу мошенников, как и в первом случае, оставаясь на улице. Еще один модный и, к сожалению, действенный способ займа под залог недвижимости. Черные риэлторы свои намерения особенно и не скрывают достаточно юридической безграмотности и невнимательности. В 2013 году неустановленные лица переоформили однокомнатную квартиру 87-летнего пенсионера, который проживал в ней, даже не зная, что уже является не хозяином, а нежеланным гостем. С одинокими пенсионерами черные риэлторы проявляют завидную терпеливость. Часто факт обмана обнаруживается после смерти стариков, когда дальние родственники с удивлением узнают, что квартирку им делить уже не придется. А недавно жизнь обитателей двушки в спальном районе Рязани нарушил бесцеремонный приезд нового хозяина. В этих апартаментах жили-нетужили 87-летняя пенсионерка, ее 49-летний сын и кот. Ничего не продавали, разъезжаться не собирались. Беспорядок в доме пострадавший списывает то на нехватку времени, то на недавний переезд. А вот объяснить толком, что произошло и когда именно начались тревожные звоночки, не получается. Говорил, что были какие-то письма, бумаги суда и даже угрозы. Когда объявился и сам новый хозяин, пришлось идти в полицию. Вот раскладываю бумаги. Он говорит, вот это мамина подпись или твоя вот эти подпись? Я говорю, они вообще ни на что не похожи. Я говорю, как этот молодой человек может так расписываться? Все, поддельно. И он сразу все это дело понял. И стали, короче... А потом после этого... Стали у меня почерк, братчик, я написал 4 листа. 4 листа. 4 листа. 4 листа. 4, да. Вот. Потом после этого приезжала. А мама... С мамой я приехал. У ней тоже почерки взял. Для пострадавшей стороны такие истории превращаются в целую неприятную эпопею. Хорошо, когда есть кому доказывать, что подписи и бумаги липовые. За одиноких пенсионеров порой заступиться некому. Не ленитесь потратить несколько минут на прочтение договора или хотя бы на совет людей, которым доверяете. Три дня в Конгресс-отеле «Форум» проходило Всероссийское совещание руководителей финансовых служб, главных бухгалтеров территориальных органов СИН России и учреждений непосредственно им подчиненных. Главные вопросы – где сэкономить и как повысить эффективность, не забывая, что и сотрудникам, и их подопечным, назовем их так, необходимы достойные социальные условия для жизни труда. Специально для нашего телеканала эксклюзивное интервью дал Олег Коршунов, заместитель директора Всероссии. Экономисты – сердце любой системы, с помощью которой финансовые ручейки, как сосуды, питают все жизненно необходимые органы. Когда реалии заставляют постоянно сокращать бюджет, особенно важно вовремя находить недочеты и делать работу менее затратной. С целью максимально грамотно распределить силы и получить результат, с июля этого года стартует любопытный и серьезный проект «Торговый дом». Это будет федеральное государственное унитарное предприятие, главной задачей которого, прежде всего, участие в торгах всех уровней. Любая колония, как бюджетная организация, делать этого не может. Никто не даст ей залоговые средства и гарантии банка. Этим и займется торговый дом. Он будет участвовать в этих торгах, он будет их выиграть, потому что у нас есть ряд преимуществ, которых нету в других, даже коммерческих больших структурах, прежде всего, это себестоимость. Да, у нас, может быть, хромает немножко, хромает качество работы, потому что, понимаете, что все-таки у нас находятся осужденные, чаще всего, это, скажем, низкой квалификации. Мы, конечно, их обучаем. У нас более чем 321 ПТУ, поэтому где-то учатся, мы даем более чем 200 профессий. Затея взаимовыгодная, и услуги дешевле, и колонии обеспечены заказами, а осужденные, соответственно, работой. Кроме того, появится еще один существенный момент. Будем запрещать начальникам колонии общаться с бизнесом и заниматься бизнесом. Это не их дело. Их дело – это содержание осужденных. Коль скоро начальники колонии забудут слова «бизнес» и «маркетинг», тем быстрее потеряет актуальность и еще один насущный вопрос о коррупционной составляющей. А вот социальная жизнь сотрудников уже наладилась. С прошлого года практически вдвое увеличилось денежное довольствие. В прошлом году социальных жилищных сертификатов, так называемых, мы выдали самое большое количество среди всех правоохранительных органов нашей страны. Мы выдали на 7 миллиардов 550 миллионов рублей. Субсидия на жилье тоже более 500 миллионов рублей. В этом году планируется еще больше за счет внутренней переброски денег. Если коротко, то важно создать все условия, чтобы осужденные приносили пользу себе и обществу, а каждый сотрудник чувствовал себя защищенным и обустроенным. Поскольку Олег Коршунов для Рязани человек непосторонний, поинтересовались мы и о его впечатлениях, меняется ли город Рязань и в какую сторону. Ответ получился интересным. Всегда Рязань была, знаете, такой живой ночной город, особенно летом. И вот вчера, прогулявшись вечером по Подбелке, я был очень удивлен, что в один час вечера на Подбелке я не видел ни одного человека. Я вышел на Ленина, и тишина, вы знаете, раньше там стояла куча мотоциклистов, нету. Ну, даже мало того, даже в начале 12-го просто вырубили свет. Обо всех прелестях ночного города пришлось Олегу Коршунову узнавать уже у рязанских таксистов. Сегодня, когда события на Украине похожи на военную хронику, все немного забыли о недавних переменах в Крыму. Медикаменты, продукты и техника были предметами первой необходимости. Теперь самое сложное – до конца сформировать инфраструктуру и помочь жителям Крыма решить бюрократические моменты. Например, кто и как теперь будет начислять им пенсии? Пенсионный фонд России создал соответствующее распоряжение, получил 22 регионам, в том числе и Рязанскому, оказать шефскую помощь по переводу пенсионного обеспечения в рамке нашего законодательства. Мы обслуживаем сегодня Черноморский район и Раздольницкий район. В этих районах почти по 8 тысяч пенсионеров. Для того, чтобы оказать шефскую помощь, мы собрали соответствующую сумму денег – это 228 тысяч рублей, как работники отделения, и купили компьютерную технику, потому что материальные обеспечения этих районов очень слабые. К внедрению программных комплексов и хорошей базе добавились новые принтеры и копировальная техника. Пенсионный фонд взял на себя заботу по транспортировке оборудования и установке локальной сети. Для того, чтобы крымские специалисты освоили подарки быстрее, в течение нескольких месяцев к ним будут выезжать рязанские коллеги. С этой работой мы должны будем справиться до 1 октября текущего года. Ну, я надеюсь, что действительно мы эту работу выполним, даже, может быть, и раньше. Уровень пенсионного обеспечения крымчан невысокий. Максимальная пенсия всего лишь 5 тысяч рублей, при том, что ценовая политика схожа с нашей. Уже с 1 июля пожилое население Крыма начнет получать вдвое больше, а полностью перевести их под крыло Российского пенсионного фонда планируется с 1 января 2015 года. Таковы главные криминальные события минувшей недели. А творческий коллектив программы «Вызов принят» прощается с вами не на привычные 7 дней, а на время летнего отпуска. Постарайтесь не попадать в неприятные ситуации. На сегодня все. Увидимся в эфире 31 июля уже в новом телевизионном сезоне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова